Сбитые в последнее время неопознанные объекты в американском небе были безобидными. Словам президента США Байдена, причин считать, что аппараты вели разведку в интересах Китая или любой другой страны, пока нет. Так что же это за шары и откуда они прилетели? Вторжение НЛО отменяется. Сбитые над США неопознанные объекты оказались безобидными. Предположительно, коммерческими или даже частными летательными аппаратами. При этом в середине недели в Пентагоне не могли исключить даже их внеземное происхождение. О переполохе над Северной Америкой. Андрей Ромашков. Власти США пока не знают, что именно американская авиация, видимо, на эмоциях после пролета китайского воздушного шара, подбила над Аляской, Канадой и Великими Озерами. Как сообщил Джо Байден, на сегодня нет причин считать, что объекты имели отношение к разведывательным программам КНР или любой другой страны. По оценкам американской разведки, скорее всего, нейтрализованные объекты, один цилиндрический, другой восьмиугольный и третий размером с машину, как сообщалось ранее, были метеорологическими или исследовательскими зондами, а может быть даже собственностью отдельных энтузиастов. Президент США подчеркнул, что никакого резкого скачка числа объектов в небе не наблюдаются, но если таковые появятся, а тем более будут представлять угрозу, Байден их собьет. О китайском шаре и случайных жертвах ВВС США рассуждает директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Эта история раздута, потому что за шаром этим наблюдали, все было достаточно известно, и можно было сто раз связаться с китайской стороной, согласовать все это дело. Доказательность того, что они вели перехват и занимались разведной деятельностью, на совесть американцев можно ставить. Все, что касается остального, многие, в том числе и в Соединенных Штатах, приходят к выводу, что это все дымовая завеса, чтобы отвлечь от все более разгорающегося скандала, который затеял Сеймер Херш в своей публикации о взрыве северных потоков и об ответственности Соединенных Штатов за это дело. Еще одна версия, которая тоже в Соединенных Штатах высказывает, это с Украиной связанная, потому что до этих шариков Украина занимала чуть ли не центральное место, а тут возник вопрос с поставкой тяжелых вооружений, начались все эти обсуждения, и многие стали давать задний ход, включая самих Соединенных Штатов. И на неделю эта тема с Украиной, с вооружением, она вообще сошла со страниц прессы, все было занято этими шариками. Хотя в США обсуждаются самые разные версии произошедшего, не все они одинаково правдоподобные. Американская разведка следила за китайским аппаратом с начала февраля, а Сеймур Херш выпустил расследование на прошлой неделе. Украина остается на передовицах американских изданий, и пересуды о воздушном вторжении не помешали Западу согласовать дополнительную помощь Киеву в рамках уже девятой встречи в формате «Рамштайн». Зато обвинения в растрате вряд ли заставят себя ждать. На истребление безобидных зондов были потрачены ракеты и ресурсы как минимум на сотни тысяч долларов. В любом случае, «Белый дом» вряд ли будет оправдываться, продолжает старшая политическая корреспондентка CNN Эбби Филипп. Думаю, критиков президента Байдена не удовлетворит ни то, что он заявил сейчас, ни любое другое его высказывание на ту тему. Лаконичность сообщения указывает на то, как мало он может вообще сказать. Это вопросы нас безопасности, подразумевающие высокую степень секретности. Само заявление – возможность объяснить произошедшее и дать обществу понять, что речь не идет о какой-то ежедневной угрозе налетов китайских воздушных шаров. А дальше что тут еще скажешь, учитывая чувствительность происходящего? Принадлежность как минимум одного из подбитых объектов могла быть установлена порталом Aviation Week. Как сообщило изданию авиалюбителей Зелинойса, в районе канадского Юкона в те же дни пропал запущенный им Пика Шар. Так называют аппараты нейтральной летучести с GPS-трекерами, которые радиоэнтузиасты запускают в нижние слои атмосферы, чтобы не слезая с дивана следить за их путешествием вокруг света. Стоимость самого дешевого Пика Шара вместе с оборудованием – несколько десятков долларов. Стоимость самой дешевой ракеты «Воздух-воздух» на вооружении США – несколько сотен тысяч долларов. 60-метровый китайский шар с грузом размером с автобус, набитый то ли разведывательным, то ли метеорологическим оборудованием, обломки которого сейчас изучают в Пентагоне, бесценно.